Желтые телефоны вокруг Они как пчелки носятся Желтые телефоны в черном пространстве Чувствуешь в конце? Да, да, я чувствую Мы старались Пугает А почему желтый? Что здесь будет? Что будет в этой студии? Помогите, пожалуйста, спасите, дайте мне уйти Потом мы перестанем, значит, всем словами ставим Чувствую, что мурашки подбежали Здравствуйте, Николай Где вы? Незаметный Коля Есть комментарий, что розовый хорошо на ведущей Спасибо большое Коль, вы долго? Нам камеру когда поворачиваем Там контент в 17 плюс Это бы хорошо было Стремянку не показали Так, Коля опять в деле Отличный контент Все Начали? Да Уже? Да Как это неожиданно произошло? Всем привет, друзья Добро пожаловать на наш канал Сегодня у нас в студии замечательная Даша Бурлюкала Мы очень рады быть вас здесь Спасибо Я очень рада здесь быть Предлагаю начать сначала И поговорить про башторческий путь Как он начинался Вообще, как это все рождалось? Весело Начиналось все очень весело Началось все с пяти лет Когда у меня был детский утренник В саду И мне дали пародию на Аллу Борисовну Пугачеву А вы тогда знали, кто это? Да, мне показали Мне все показали, все рассказали Одели черную майку Одели черные очки Рыжий парик И первый мой каблучок Вот такой он был маленький Но мне казалось, что я просто Высока и прекрасна Вот, и я должна была открывать рот То есть это не пародия Это синхробуфонада Вот, но я же не знала, что это такое Поэтому, когда начался утренник А песню я знала уже хорошо Там был такой маленький проигрыватель Я его перекричала Перепела Аллу Борисовну И все зрители услышали, что голос у меня громкий Чем вызвало много смеха и много оваций Так что это было очень весело И после этого мама подошла и сказала Ну что, звезда моя Не хотела я тебе отдавать петь Но, видимо, придется Вот так вот И дальше все пошло, поехало А хорошо спели? У вас запись осталась? Я не помню У меня тут никакой записи Кстати, вот запись я не могу найти Она должна была где-то быть Я посмотрю, просто мы переезжали И тоже многое потерялось Но где-то, мне кажется, есть Если есть, я обещаю, что я этот фрагмент Обязательно покажу Потому что это просто очень весело Когда маленький ребенок поет песню Грабитель А вы потом после этого не повторяли образ Аллы Борисовны где-нибудь? Нет, кстати Нигде А не хочется? Да нет Не тянет У меня была такая Был отрезок времени, когда я пародировала Владимира Анатольевича Винокура И мне этого хватило надолго Расскажите про это На самом деле все было очень последовательно Я потом пошла Лет в 11 я уже была В театре у Овсянникова Тогда это только начинался Период становления этого театра Сейчас это уже детский театр эстрады Он находится на Бауманской А тогда это был маленький подвальчик Где мы занимались танцами, пением Просто как кружок Кружок развития И затем мы уже с мамой поняли Что нужно серьезное образование И наметили пойти в эстрадно-джазовый колледж Но когда я туда пришла Показалось Наталье Зиновне Андриановой И вроде все хорошо Тут выяснилось, что мне 13 лет И я не могу туда поступить Потому что у меня нет аттестата о 9 классах И поступать можно только с 14 Ну, соответственно, я поступила на подготовительный Быстренько закончила экстерном 8-9 И это было безумно тяжело Потому что экстерн был хороший Это экстерн имени Горького И я помню, что я только училась, училась, училась То есть я этот год не видела ничего, кроме учебников И я там, на самом деле, подсадила себе очень здоровое зрение Но зато я хорошо сдала все предметы И затем 10-11 я закончила уже за полгода Это была целенаправленная подготовка для сдачи экзаменов Поэтому в 14 лет я получила свой аттестат об 11 классах И смело продолжила уже в эстрадно-джазовом колледже заниматься Потом на четвертом курсе у нас началось актерское мастерство И тут меня переклинило Из эстрадного артиста Я развернулась на 360 градусов в сторону театра А почему изначально на эстрадной шли? Потому что изначально мне предлагали очень много раскруток Как эстрадной певицы То есть в 14 лет меня брал продюсер Имя которого я не вспомнила, потому что я была уже маленькая Я только помню, что они были в связке с Иваном Шамоваловым Который раскручивал когда-то тату И это был какой-то очень интересный проект Где я должна была рвать крылья бабочкам И быть трудным подростком А мне настолько это было не близко Я настолько всегда такой позитивный адуван Росла и радовалась солнышку И тут я понимаю, что какие-то странные песни В которых нет ни сюжета, ни музыки, ни мелодии Вообще ничего Я как представила, что я вот 5 лет буду по контракту Там пятилетка, а потом еще продлевание контракта Я как представила, что я 5 лет буду это петь Я так, мам, я не хочу И мама там быстренько все устроила И мы аккуратненько Вот, и потом были еще раскрутки Которые я поняла, что не хочу раскручиваться Как эстрадный исполнитель Я сочиняла свои песни, но они не на эстраду Они, это больше для меня Это вот, ну как мы все, чуть-чуть пишем стихи Чуть-чуть пишем песни Вот, поэтому, когда на последнем курсе Эстрадный джазового колледжа Я вдруг поняла, что мне интересен театр А тогда я уже начала работать И думала, куда поступить И в итоге все-таки мы решили, что это будет ГИТИС К Александру Витальевичу Гуревичу Мне его посоветовали Это был его первый курс Я поступила сразу Вот, и на самом деле не жалею Потому что, мне кажется, это был правильный выбор Так сложилось Именно те педагоги, которые мне были нужны Которые смогли вытащить из меня Именно то, что они видели Я вообще считаю, что артист Изначально у него все уже заложено То есть он либо сам может раскрыться Либо кто-то его может чуть-чуть подтолкнуть То есть научить актерскому мастерству невозможно Это должно все-таки быть внутри Но какие-то жизненные обстоятельства И какие-то педагоги Которые рассказывают тебе о профессии Которые показывают с помощью Каких маночков ты можешь становиться Более профессиональным в своей структуре Они наталкивают тебя Чтобы ты вот как бутончик потихонечку раскрывался Все свои лепестки раскрыл Вот, а вообще я верю, что артист Становится артист именно в театре Когда он приходит И когда он сталкивается с практикой Вот, но так получилось Что на четвертом курсе института Мне моя коллега сказала Не хочешь поработать в пародии? У меня всегда это хорошо получалось То есть и на курсе я хорошо пародировала У меня всегда были к этому склонности И у меня достаточно пластичные связки Они могут разные То есть у меня и грудной есть хороший звук И я могу петь высокие ноты И полуакадемом Я не могу сказать, что я владею Академической школой вокала Но, тем не менее, склонности к этому есть Поэтому я подумала, почему бы и нет Пришла к пинокуру Владимиру Натановичу Спела ему несколько песен Сказала, давайте поработаем с вами Вот, с тех пор мы начали работать Я выдержала полгода, честно Это было очень интересно Особенно первый месяц Это были разные роли Это такая яркая, очень насыщенная жизнь Это гастроли Это неплохой оклад Но после полугода я поняла, что Настолько это приелось Настолько это не мой юмор Который мне не близок Что я Это даже не пародия Это Что я немножечко застоялась здесь И получается, что я себя Загнала в особые рамки Из которых мне потом не выйти Я принесла огромный букет Владимиру Натановичу и сказал Простите, я очень хочу в театр Я поняла, что мне хорошо Здесь коллектив отличный Работа хорошая, удивительная И кто-то на самом деле бы Вот работал и работал бы дальше Но я поняла в какой-то момент Что нужно идти дальше И он меня понял Он меня понял, отпустил и сказал Я в тебя верю Будет возможность заглядывать к нам на огонек Вот А дальше получилось так, что я пропустила Все поступления в театр Никуда не подавала документы Это было очень резкое решение И когда я поняла, что Ой, ага, а как-то все мои пробуются куда-то Все мои куда-то ходят А я Ну, наверное, годик придется подождать А потом случилась очень странная вещь Вот все-таки, когда одна дверь закрывается Открывается другая Мне стали звонить мои коллеги И между нашим разговором Они как-то в проброске дали Ну, у тебя же все хорошо Ты сейчас в театре Стаса Намина Я такой, так, подождите Какой театр Стаса Намина? Вы о чем? Я нигде не служу Я нигде не состою Я вот только закончила И еще ушла от Владимира Натановича Сейчас вот думаю Куда идти, куда смотрю Где есть, какие предложения И когда мне третий человек уже об этом сказал То есть какой-то слух пошел Я думаю, надо посмотреть, что это за театр Я открываю интернет, нахожу Беру телефон, говорю Здравствуйте, я к вам хочу прийти прослушаться Да пожалуйста, приходите Там было прослушивание буквально дня через 2-3 И я сразу попадаю на Анастаса Алексеевича То есть сейчас уже у нас в театрах есть определенные туры Тогда почему-то таких туров не было То есть я записала Ой, господи, тогда еще диски были CD-диски Сейчас просто их по мини уже нет Я записала на CD-диск все, что у меня было Поэтому я пришла полностью уверенная в том Что у меня есть все для прослушивания Я пришла и сказала, здравствуйте Еще сказали, кто пойдет первый Сказала, я Я готова Пришла в белом платье на каблучках Это уже был успех, как я поняла позже То есть мне можно было и не петь Просто выйти и уловнуться А почему вы пришли в платье на каблуках на прослушивании? Обычно же в удобной одежде На самом деле, потому что я всегда была маленького роста Метр с кепкой И мне всегда казалось, что если я буду выше Я буду грациознее Как-то симпатичнее Это ошибки молодости Ладно Но на самом деле Это было весело Я спела Лару Фабиен Жетен Вот И Анастас Алексеевич говорит Ну а есть что-нибудь вообще кардинально другое? Говорю, у меня есть все Говорю, да ладно Ну прям так все Говорю, все есть Говорю, давай рок-н-ролл Пожалуйста Такой выглянулся Смотрю, правда все есть? Вот Ну я спела рок-н-ролл А это, видимо, именно то Что нужно было для театра Прочитала прозу И на следующий день я уже там работала И то, о чем я говорила Что в театрах мы раскрываемся Я считаю, что театр мне дал Гораздо больше Даже, чем институт То есть в институте Мы примерно наметили Что-то А именно Исходя от ролей Которые тебе дают Ты потихонечку проверяешь Собственные силы И Я не знаю Как-то все преобразовывается В тебе внутри То есть Я до театра И я после Поступления в театр Это два разных артиста То есть что-то Ты привносишь Свое А что-то в тебе рождается Именно там Куда ты приходишь Поэтому я очень рада Что меня так Судьба связала С этими людьми С нашим потрясающим коллективом На самом деле Это очень веселое было время А образование для артистов Обязательно? Образование Образование нужно Образование нужно Потому что Во-первых Все зависит от педагогов Но и от того Сколько ты у них берешь Потому что педагог Может рассказывать Уникальные вещи А ты можешь не услышать Очень важных моментов Вот Я считаю Что Очень важно Уметь Слышать И очень важно Уметь сам развиваться Педагог Дает только направление По этому направлению Ты можешь идти дальше То есть Я считаю Что артист Должен постоянно Развиваться Закончилось обучение Но есть потрясающие книги Которые тебя обогащают Которые тебя развивают Поэтому Не читать их Это Большое упущение Если Я слышу Какую-то новую книгу Я обязательно ее запишу К себе в блокнотик И когда будет время Я ее обязательно Просмотрю И пойму Что для себя Я могу взять оттуда Потому что Мы можем поглощать Уникальное количество информации И эта информация Нам в дальнейшем поможет Актер Это не только Все эмпирическое Это не только Наши чувства Актер должен Еще и использовать Логику Использовать Тот опыт знаний Который он черпает Из книг Из фильмов И отовсюду Чем больше В тебя попадает Тем больше Ты можешь отдать Своему зрителю А когда вы к этому пришли Или это всегда было Как-то у вас заложено Нет Не всегда было заложено Не всегда Скорее всего У нас педагог был По сценической речи Даже не по Зарубежной литературе Именно по сценической речи Которая Когда-то нас посадила Вокруг себя Она говорит Я хочу с вами поговорить Не по своему предмету Ирина Анатольевна Она сказала Вот скажите мне Вот вы читали Вот эту книгу А вот эту книгу А вот эту А что вы здесь делаете Вообще Вот зачем вы сюда пришли Вы знаете Есть прекрасный институт Мукомольный техникум Называется Я считаю Что вам нужно Сейчас встать И подумать Либо вы дальше Живете Как артист Думающий И чувствующий Либо вы идете Просто получать Другую профессию И на самом деле Никто никого не держит Просто ответьте себе Сейчас На этот вопрос Вы готовы Быть просто винтиком В этой системе Говорить чужими мыслями Чужими словами Или вы готовы Своему режиссеру Предлагать Какие-то мысли Какие-то слова А это правильный подход Что она спросила Про какие-то определенные книги Ведь вы могли Она назвала их очень много Это я сказала Сейчас 34 Что она там назвала Нет Она прямо У нее был список Она ее читала Вот этот тот список Это тот минимум С которым приходят В наш институт Уже приходят Но у вас же могло быть Какое-то другое прошлое Вы могли читать Какие-то другие книги С другими Она и сказала Ответьте себе на вопрос Либо вы берете этот список Читаете Что вам интересно Либо вы говорите Ну я ничего не читаю Я ничего не знаю Тут каждая для себя Она просто хотела Разбудить Нашу совесть И пробудить в сознании Ту мысль Зародить в сознании Ту мысль Что актер должен быть Думающим человеком А не просто Я сделаю все Что скажет мне режиссер Я смогу это все показать Любимое слово Которое мы так Не любим Покажи Все-таки Образование Это важно А вот многие режиссеры Наоборот любят Чтобы артисты Посадили Сказали Вот ты встал Пошел Там условно Кувыркнулся Сказал Все И не терпят Никаких предложений Да Есть такое Это надо тоже Принять Понять Нужно очень хорошо Чувствовать Какому режиссеру Ты можешь Предложить что-то Поэтому всегда При встрече с режиссером Я спрашиваю Я могу что-то Предлагать Что-то искать Вот То есть Я тоже проверяю Насколько режиссер Все разные Мы все разные люди У нас у каждого Свое мнение Но мы должны Постоянно находить Компромиссы Мы должны быть в тандеме Если режиссер Режиссер не терпит Никаких предложений Он хочет Чтобы артист Исполнял его точку зрения То я тоже могу Подстроиться Но где-то я могу Показать Например На сцене Уже в процессе Вдруг он увидит Что-то Тоже в моем решении Если он скажет Нет-нет-нет Делай как делал раньше То я сделаю как раньше Но в процессе Может все поменяться А вы не откажетесь От роли Или от спектакля Если режиссер скажет Что нет Я вот как сказал Вот так и делаем Все Никаких Да нет Конечно не откажусь Если У меня просто таких Не было Если честно обстоятельств Если это что-то Не будет кардинально Конфликтующее С какими-то такими Вообще человеческими Понятиями То есть я на многое могу Пойти Если я понимаю Что это Для моего зрителя Все равно будет хорошо То есть внутренняя кухня Зрителя не касается Но мы по итогу Должны выпустить Хороший Красивый спектакль А как вы относитесь К тому Когда вот эта Внутренняя кухня На публику выносится Это как получается Ну вот какой-то Может быть конфликт Среди артистов Просто есть там Какие-то люди Которые любят Это все выносить Не знаю Это как-то Таких не было обстоятельств И я считаю Что зрители Они же приходят В театр зачем Они приходят Немножечко Вот здесь вот все Растеребить Открыть свое сердечко То есть Впустить что-то новое Театр должен менять Говорят, что театр Это Такое лучшее лекарство Для человеческой души Поэтому он должен Менять в лучшую сторону Людей Я вот такой театр признаю Потому что сейчас Очень много выходит Эпатажных спектаклей Которые я не всегда Могу понять Когда я прихожу Я всегда пытаюсь Простроить Логическую цепочку Что же хотел сказать Режиссер Что хотел сказать Автор этого произведения Вот И если я не нахожу Этого ответа И понимаю Что мне еще осталось Какое-то такое Неприятное чувство Такое Легкого омерзения То я сразу думаю Ну либо, наверное Я не настолько Начитанный человек Что я не поняла Эту историю Либо все-таки Что-то не получилось И автор не смог Ее донести Тут тоже, видите У монеты Всегда две стороны Кто-то придет Может и скажет Что это гениальное произведение Мнение всегда субъективно И это хорошо Мы все разные очень Поэтому мы делаем Разный контент Мы делаем Разный продукт Для нашего зрителя Этим и уникален театр Что зритель выберет Именно то Что нужно ему То, на что откликается Его сердце Его душа Вот поэтому Я считаю Что у нас Уникальная профессия В которой можно Творить Новые миры Это всегда Очень интересно Поэтому я надеюсь Что мне повезет Поработать не только Как Актрисой Но и Как Возможно Режиссером В дальнейшем У меня есть планы Получать Режиссерское образование Просто чуть-чуть Попозже Сейчас мы к этому Перейдем Я хотела бы еще Спросить Про Женитьбу Фигару Вы там играли Пожа Керубина А почему Вы играли Мужскую роль Если там есть Женские У нас в жизни Очень интересно Складываются обстоятельства Это вот Кубик Рубика Просто У нас пришел Новый режиссер У нас устроили Кастинг Именно на Сюзан Потому что Все хотели Быть Сюзанными Ну по типажу Я тоже подходила Вот Естественно Тоже отчасти хотела Но именно В день кастинга У меня была Подработка Честно скажу У меня была свадьба Я в то время Была свадьба Потому что Все равно В театре Зарплаты Не такие Большие Вот А чувство Ответственности Внутри меня Когда я Пообещала людям И это все-таки Два человека В которых Начинается Совместная жизнь Что-то Ну для них Этот день важен И я понимаю Что Здесь кастинг А здесь обещание Я выбрала Долг Я так честно Подошла И сказала режиссеру Я не могу Чувство долга У меня Сильнее Чем желание Получить Очередную роль Говорит Ну Ты у меня тоже Пойми Я тебя не видя Я буду выбирать Естественно Из тех Кто будет присутствовать Я говорю Я все понимаю У меня никаких Претензий нет Вот Я Спокойненько пошла Отработала Прекрасную свадьбу Двух очаровательных Молодоженов И Затем он все-таки Режиссер Попросил меня Прочитать Я ему очень понравилось Говорит Ну вот как Ну как Ну вот почему Я говорю Ну просто так Сложились обстоятельства Не почему Просто сложились Говорит Ну у меня же теперь Пять Сюзан Ну я тебя не могу Шестой взять Я говорю Ты не надо Все нормально А почему Почему было Пять Сюзан Почему так много Я не помню Почему Было Две основных И три Я так понимаю В запасе Видимо Кто-то из них Должен был стать Третьим составом Это было Очень уже давно А у нас еще Был главный режиссер Театра Вот Не знаю Почему он не ставил Этот спектакль Возможно Он занимался Тогда другим спектаклем Просто не мог Вот Я вдруг Какой-то день Прихожу И просто Смотрю распределение Керубина Это что такое Я подхожу К главному режиссеру И спрашиваю Говорю А простите А за что Почему Я говорю Как я спрячу Вот это И вот это А это еще было До рождения Доченьки И я такая Пышногрудная была Девчонка Говорит Ну Нормально Как-нибудь спрячем Вот Мне шили Специальный корсет Причем Я еще потом Придумала Что там будет Берет И вот эти вот ушки Я их просто За беретом Оставляла И такой мышонок Получался смешной Вот эти усики И вот такой взгляд Постоянный Что Опять что-то Нашкодил И мы нашли Столько интересных Моментов Столько интересных Придумок Это было Очень интересно Мне еще и рост Позволял У меня такой рост Который может Трансформироваться Поскольку я Метр шестьдесят Один Где-то Сесть один Шестьдесят два Вот То я могу Играть Как и Роли Такие низкие Как и Роли Статных барышень Когда одеваю Каблучок Там 15 сантиметров Плюс И все прекрасно И так хизис Получается Вот Поэтому Такой Прикольный Веселый Шкет Получился Озорной Лучезарный Ну и песня Хорошая Красивая Я вспоминаю Этот опыт С удовольствием Потому что Мы очень много Смеялись На репетициях У нас Был Интереснейший Процесс Когда мы могли Предлагать Кстати режиссер Потом Всегда с радостью Это Наблюдал И что-то выбирал Из этого Для себя Я хотела бы Перейти еще На тему Вия И вообще Все темы Стремянки Да У них я играю Исключительно Мертвых Да Я вообще По жизни Играю Мертвяков Мы уже смеемся Аделла Стреляется Констанцию Травят Паночка Тоже Померла Господи Эвредика Наступила В гнездо Со змеями Тоже умерла Токизис Она вообще Такая Полусторонняя Творина Яркий лучик Света в жизни Ну кстати Многие люди Не понимали Почему мне достаются Такие роли Потому что Изначально Когда видели Токизис Вот И она там Такая вся Строгая Инфернальная Властная С низким Голосом И тут на служебку Выходит такой шкет А привет Такие все Это кто? Это Токизис? Немножечко Конечно Странно было И все говорили Что на сцене Именно Токизис Я выгляжу Лет на 10 Старше Вот То есть Там А там действительно Какие-то такие Другие вибрации Происходят Это вопрос Энергетики То есть Вообще Что Токизис Что Паночка У них Разная энергия Но она Очень яркая Я за это Люблю эти роли Потому что Порой Это даже Прям мурашки По коже Пробегают А как Получилось так Что Решили ставить Народную тему После вот там Фэнтези Как зародилась Эта тема У Стейрвей Ну на самом деле Я думаю Что Эта тема Пришла От нашего Продюсера От Руслана Герсименко Потому что Он очень Любил этот спектакль Который шел На Украине Вот И он У него давно Было В планах Поставить этот спектакль Просто он ждал Когда сложатся Звезды И в какой-то момент Они сложились И нашлись Нужные люди Которым интересна Эта тематика И нашелся Уникальный Актерский состав И как-то все Петелька Крючочек Вывело Вот так вот Поэтому Все сходится Именно тогда Когда это нужно А вышли От оригинального Материала Или писали Какой-то Свой сценарий Там По мотивам Ви Ну Скажем так Изначально Сценарий Написан По мотивам Произведения То есть Там даже Некоторые фразы Повторяются У главных героев То есть Он очень близок К первоисточнику А затем Уже мы Актеры Со своей стороны То есть С актерской работой Чуть-чуть Привносили Но я не могу Сказать Что это Какие-то Радикальные изменения Единственное Где мы Отошли Очень далеко Это Финал Это естественно Когда появляется Ви То есть Как все знают У нас Ви не появляется У нас появляется Сотник Вот это Радикальное изменение Конечно Которое далеко Ушло от первоисточника Но это вот такое Видение Именно у нашей компании А почему именно такое Вы не знаете? Само собой Родилось Вот родилось В какой-то момент Вышел один Из наших Сотник Я не смогу Сказать Кто это был У нас Два прекрасных Потрясающих Артиста На этой роли И каждый Уникален Просто в своем Прочтении Они это делают По-разному И делают Замечательно Так Что я лежу В гробу И я каждый раз Плачу Вот честно Я лежу Я очень надеюсь Что это не видно Из зрительного зала Потому что Мертвая паночка Ревет Там на аре Сотника Но спасибо Большое Еще нашим Композиторам Которые написали Уникальную музыку Которую может Так трогать Плюс Исполнение Наших артистов И в какой-то момент Он вышел без костюма То есть один раз Он надел костюм Мы так посмотрели Что-то очень странное Очень странный костюм Получился И когда он вдруг Вышел С вот этими Глазами Вперед Мы вдруг Поняли Что Работает То есть Какая-то Вот такая Энергия пошла Я бы хотела Я бы хотела поговорить Про вашу Моноработу Про Пиаф Он неожиданно Мы прыгнули Так Да Расскажите про него Как это вообще родилось Родилось это еще В ГИТИСе На сценической речи Кстати опять Мы вернулись К сценической речи Когда нам дали Возможность Посуществовать Как другой человек И рассказать Свою историю У меня была Майя Кристалинская И я рассказывала Ее историю Когда она лишилась Голоса И когда она Не могла петь И вот она Повязывала Вот этот Платочек У меня всегда Здесь был платочек На шее Про ее болезнь Связок И затем Монолог Должен был Выходить в песню И вы знаете Это был Первый экзамен Где невозможно Было сказать Какая из работ Была лучшей Потому что Они все были Индивидуальные Они все были Настолько Искренними То есть Каждый Во-первых Брал Именно ту личность Которая была Интересна Не только по типажу Которая была Интересна Мы естественно Делали максимальные Гримы Максимальную Похожесть Это парики Это У нас не было Конечно Пластического грима Он дорогой Но мы пытались Приблизиться К нашим героиням И я просто Помню ощущение Ощущение Что ты в какой-то момент Перестаешь быть Дашей Бурлюкал И становишься Кем-то другим И вот эта вот боль Ты рассказываешь Уже о своей боли То есть она Становится твоей И Мне сложно Это передать словами Я помню Те ощущения Что это было По правде Это было Очень искренно И я помню Что все Кто сидел у нас На экзамене Что не работа То просто Слезы Я очень хочу Пересмотреть Этот экзамен Потому что я считаю Что это одна из самых Сильных работ Было на курсе Это было на втором курсе И тем не менее Этот экзамен Запомнился Навсегда Потому что Это не был экзамен Это было представление Представление Не для нашего жюри Не для оценок Это было для зрителей Которые сидели там В зале Это ценно Когда ты перестаешь Быть студентом И становишься артистом А вам часто Снятся сны? Может быть вещи? Сейчас я настолько устаю Что Меня вырубает Мгновенно То есть я Подношу свою голову К подушке И наступает утро Вот А так да Периодически Мне снились вещи сны Но это случилось В определенный Период моей жизни Скажем так Не знаю для чего Это было дано Зачем У меня так случилось С театром Безрукова Меня пригласили Озвучивать у него В фильме В одном из его фильмов Это называется Реальная сказка Я озвучивала у него маму Переозвучивала Почему-то Прекрасную актрису Которую я очень люблю Я не знаю Как так сложились обстоятельства Но иногда бывает слово Надо Надо значит надо Я актер Я выполняю свою работу Вот И видимо В процессе Я понравилась Сергею Витальевичу Он мне предложил Еще роль В его проекте Пушкин Роль Александрин Роль потрясающая Она мне даже больше нравится Чем Натали Гончарова Потому что Это роль сестры Которая влюблена Тайно влюблена В Пушкина И ее Разрывают Вот эти противоречия Любовь к сестре Любовь К своему возлюбленному То есть Это очень интересная роль Но там все девушки Должны были Танцевать Два сложных танца Это Восточный И кан-кан А поскольку Я всегда танцевала Я спокойно Поднимаю батман И сажусь на шпагат Я сказала Да Все без проблем Все хорошо Но Опять-таки Вот в нашей жизни Ничего нельзя хотеть Сверх меры То есть Лучше желать Но желать В такой благости То есть Мне бы хотелось Чтобы это было В моей жизни А я тогда Настолько хотела Эту роль Настолько я этим горела А все-таки Была еще зеленая Совсем Я только-только Выпустилась Из института И вдруг предлагают Такую роль Интересную С профессионалами Причем спектакль Уже шел Я знала Что он Очень интересный Очень удачный И я на первую В первой же танцевальной Репетиции Поднимаю Батман Прыгаю на шпагат И рву себе мышцу Вот здесь На правой ноге Причем Я никому Об этом не сказала Мне было страшно Что он Меня не использует А хореограф Все равно Увидела Что я так Немножечко Куца Все это делаю Вот И в итоге В итоге Мне сказали На следующий день Не приходить На хореографию Причем я позвонила Помощнице Вот Я говорю Будет завтра что-то Нет-нет-нет Не будет А мне снится В эту ночь Что все состоялось Что У них репетиция идет Я приезжаю Говорю Вижу репетицию Говорю Ну как же так-то Говорят Ну Нам сказали Что У вас там проблема С Батманом И со шпагатом Я говорю Проблемы нет Ну действительно Да Я Порвала Немножечко Связочку Есть такое дело Вот Но самое главное Что меня удивило Почему не сказали Все в открытую Ну то есть Позвонили бы Сказали спасибо большое Рассматриваем других актеров А тут очень странная ситуация То есть мне вроде Ничего не сказали Вот И было так Вдвойне обидно Но Я считаю Что эту работу Я потеряла Именно потому Что очень хотела ее Очень хотела И вот называется Вселенная меня Отрикошетила Просто назад Но это тоже Вот какой-то опыт Определенный Который нужен был И Вот после этой работы Меня резко Развернуло В сторону мюзиклов Вот как-то так случилось И я на самом деле Не жалею Что так произошло Потому что Я нашла Именно те проекты Где я нужна Где я делаю Свою работу И вроде Фу Делаю ее Хорошо Вот по крайней мере Претензий Со стороны режиссеров Со стороны зрителей Пока не было Хотя я всегда Открыта К конструктивной критике И всегда готова Выслушать Что еще можно доделать Потому что я считаю Что мы не останавливаемся В развитии нашего персонажа Мы всегда его Чуть-чуть дорабатываем Потому что мы сами меняемся И меняется вместе с нами роль И какой будет моя паночка Через два года Я не знаю Я не могу Приду угадать Что-то, наверное, поменяется Но что удивительно Что все в нашей жизни Немножко циклично И Очень интересно Через какой-то промежуток Просмотреть вот эту картинку И понять Что Когда-то Когда мне было 10 лет Я снимала Я снимала с Натальей Варлей В передаче Домашние хлопоты Я была ее соседкой По сюжету И я приходила к ней С разными проблемами Я приносила маленького котенка Говорила Вот мне мама не разрешает Оставить котенка А мне хочется Я приходила с какой-то еще проблемой Пела там Две песни на программе То есть это была программа По НТВ Как я понимаю Формат 45 минут О житейских хлопотах О том, как их можно решить Вот И там Какая-то проблема А потом включались специалисты У вас такая-то проблема Мы поможем вам ее решить Вот И хорошая передача На самом деле была Надо найти эти записи И в тот момент Я так мельком подумала Это же вот та Наталья Варлей Которая снимается ВИ Как бы мне хотелось Тоже когда-нибудь сыграть такую роль И я это вспомнила Уже когда прошла премьера Я просто вот так вот сидела В гримерке Думала Надо бы Наталью Варлей позвать на спектакль И вдруг я вспомнила свое желание То есть это желание Было вот тогда в 10 лет И оно исполнилось Через 20 лет Поэтому все наши желания Которые мы загадываем легко Они куда-то улетают Я не знаю в какие сферы Они реализуются Они выполняются Они исполняются Либо ты сам их реализовываешь Если ты понимаешь Что они тебе действительно нужны А те желания Которые мы пытаемся Продавить Насколько взять Вот эту вот Неприступную крепость У меня так не срабатывало Все должно идти По любви Все должно идти плавно Тогда Вот все в моей жизни Что приходило Прекрасное И удивительное Оно приходило Просто с радостью С любовью И с благодарностью Поэтому я надеюсь Я вот всем желаю Загадывать правильно Желание Загадывать желание С эмоцией Как бы мне хотелось Чтобы когда-нибудь В моей жизни Вот это чудо Появилось И принесло И мне удовольствие И всем Кто вокруг меня Тогда оно Скорее всего Исполнится Как-то так На такой потрясающей Волшебной ноте Нам пора закончить Было очень интересно Спасибо вам большое Что пришли Спасибо за просмотр Друзья Оставайтесь с нами Подписывайтесь И до новых встреч Пока Пока Что-то у них там Интересненького Сохрани Пожалуйста Сохрани Это чудо Коля У меня все хорошо Коль Все хорошо Коль Почти Подожди Это как-то Очень некомфортно Я чувствую себя Как собачка Болонка На поводке Ладно Все хорошо Не дышать Николай Нет Дышать 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 Продолжение следует...